Россия фабрикует доказательства, чтобы возложить на Украину ответственность за гибель военнопленных в Донецкой области. Об этом сообщает СШ «Эдитпресс» со ссылкой на представителей американской разведки. 29 июля в результате взрыва в исправительной колонии в Еленовке на территории контролируемой самопоразглашенной ДНР погибли 53 человека. Большинство из них – пленные бойцы полка АЗОВ. Более 70 заключенных получили ранения. В Вашингтоне утверждают, что в качестве ложных доказательств причастности Киева к предполагаемому обстрелу Москва может подбросить на место трагедии боеприпасы от американских установок «Хаймарс», которые предоставляются Украине. А тот факт, что независимые исследователи и журналисты в конечном итоге получат доступ к лагерю в Еленовке, может подтолкнуть Россию к производству фейков. Минобороны РФ обвинила ВСУ в ударе по Еленовке. Генпрокурор Украины заявил, что Россия могла использовать термобарическое оружие при нападении на колонию, поскольку при анализе спутниковых снимков видно, что крыша барака разорвана изнутри, а на остальных зданиях отсутствуют повреждения. Как утверждает украинская разведка, помещение могло быть заминировано боевиками ЧВК «Вагнер» совместно с представителями российских спецслужб. Ранее Владимир Зеленский назвал произошедшее терактом, устроенным Россией. В Киеве прошел митинг родственников азовцев. Представители Красного Креста призывают дать семьям исчерпывающую информацию об их близких, а также продолжают настаивать на беспрепятственном допуске к военнопленным в Еленовке. В Москве говорят, что отправили официальное приглашение. В среду генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш объявил о готовящейся миссии по установлению фактов, отметив, что речь не идет об уголовном расследовании.